Всем привет, дорогие друзья! Ну чё? Денег нет, но вы держитесь, как говорит один наш политик известный. Денег нет, поэтому мы едем покупать телефон за 2000 рублей. Смартфон в 2020 году. Нету дешевле смартфонов. Обсмотрел всё. Только на БУ рынке, только на Авито люди готовы продать за 1000, за полторы. Но там такое говно продают, что вообще в ужасном состоянии битые, перебитые, нерабочие. Короче, вообще ужасное состояние. А нам нужен новый телефон за 2000 с гарантией, с гарантией. Не дай бог сломается, надо понести его и отремонтировать. Короче, 2000 имеем в кармане. Я не знаю даже, что мы сейчас купим, но я приехал в самый крупный торговый центр города. Здесь есть несколько салонов связи. МТС, связной, в ДНСе тоже. Вот здесь есть ДНС, там тоже телефоны продают. Ну, надеюсь, хотя бы, что хоть что-то будет за 2000, потому что, ну, больше я тратить не готов на смартфон. Ну, и потом посмотрим, что он у себя представляет. 2000, это 2000 рублей. Если мы переведем 2000 рублей в доллары, это получится меньше 30 долларов американских. Примерно там 27 долларов. Это очень мало. То есть смартфон за 27 долларов, это Unreal. На Алиэкспрессе я смотрел, нет таких смартфонов. Вот реально нет. На Алиэкспрессе самый дешевый смартфон будет стоить долларов 40. И надо месяц ждать, пока он приедет. И без гарантии, без каких-либо гарантий. А здесь в магазине новый, все, приехал, купил. Сейчас посмотрим, короче. Я приехал, и мы сейчас идем смотреть. Надеюсь, что получится. Все, чао! Так, ребят, всем привет. Ну, короче, мы купили телефон. Я купил телефон за 1990. Телефон называется Irbis. Я вот вспоминаю, блин, думаю, есть у меня, был у меня такой или нету такого. Было три модели там. Короче, какой-то за 1790 DIGMA. Это совсем плохой, совсем плохенький. За 1990 Micromax Q301. Но у меня он был. Такая фигня вообще, такая тормозная фигня. И вот этот вот Irbis SP402. Не помню, был у меня или нет. Вот он. Стоит 1990. Даю гарантию один год. Вот все, коробочка, внутри зарядка, то есть полный комплект. Даже у новых айфонов 12-х не будет зарядки. А здесь за 2000 есть зарядка. Так что все, сейчас еду домой тестироваться. Давайте, увидимся. Хуба! Вот он, прилетел. 2000 рублей. 1990. Irbis SP402. Вроде посмотрел, у меня такого еще не было. Компания Irbis занимается, так сказать, тем, чем хотел заниматься известный бренд Viperphone. Они берут китайский телефон, наклеивают свой логотип и пишут, и продают их в России. Собственно говоря, заказывают на китайских заводах определенные телефоны. Как правило, заказывают очень дешевые телефоны, которые вот продаются только в DNS и в каких-то еще сетях небольших. И продают их здесь в расчете на самых-самых неплатежеспособных покупателей. То есть самые дешевые телефоны. В регионах очень хорошо такие телефоны идут. Конечно, в Москве, наверное, мало кто такими телефонами юзает. Смотрите, что у нас здесь. 4 дюйма экран, как у iPhone SE первого поколения, как у iPhone 5s, как у iPhone 5s, как у iPhone 5s. То есть 4 дюйма. Маленький компактный телефончик по нынешним меркам. RAM. Это оперативная память 512 мегабайт, как в моем старом компьютере 2003 года выпуска. 512. То есть это даже не 1 гигабайт. 4 гигабайта внутренней памяти. 1400 мАч аккумулятор. Основная камера на 5 мегапикселей, но она со вспышкой. И фронтальная камера на 2 мегапикселя. Есть GPS. Нету 4G, есть только 3G. Снимаем пленку. Здесь еще одна защитная пленка. Телефон полностью сделан из пластика. Из-за этого он суперлегкий, супер такой невесомый. Сейчас уже даже от этого чувства отвык я. Имея такой маленький телефон, даже как-то непривычно. Очень мне понравилась дизайнерская задняя крышка. Это просто круто. Это как будто такая плитка в ванне или в туалете. Такая плиточка вся переливается. В общем, вот это реально самое лучшее, наверное, оформление крышки из пластика. Она вся переливается. Очень красиво смотрится. Оригинально. Внизу логотип Irbis. Внизу вырез под динамик. Также эта крышка съемная. Можно ее снять и, соответственно, добраться до специальных отверстий под симку и под флешку. Давайте сейчас покажу. Вот так вот она снимается, эта крышка. Снимается она вместе с боковой рамкой. Вместе с кнопочками даже снимается. И здесь у нас внутри аккумулятор на 1400 мА. Разъем для первой сим-карты. Разъем для второй сим-карты. И разъем для microSD флешки. Это очень хорошо, потому что у телефона всего 4 гигабайта своей памяти. И флешка ему точно не помешает. Она здесь прямо необходима. Флешечку купить на 16 гигов. Рублей за 500. Все будет ништяк. Все, закрываем и включаем. Мне не понравилось расположение кнопки включения, потому что она выше, чем кнопка регулировки громкости. Обычно я привык, что наоборот, они местами поменены. Вот эта кнопка должна быть внизу, а вот эта вверху. Кнопки очень хорошо нажимаются. Они так сильно выпирают, поэтому их легко нащупать. И они здоровые. То есть их реально удобно нажимать. Вы не промахнетесь. Нажимаю кнопку. Внизу у нас три сенсорных кнопки. И вот он, телефон начинает запускаться. Также в комплекте у нас имеется зарядный блок. У айфона 12-го, говорят, не будет зарядного блока из коробки. А у Ирбиса за 2000 есть. Причем зарядный блок здесь на 5 вольт 1 ампер. Даже не на полампера, а на 1 ампер. Это уже хорошо. Даже в пленочку упакован бережливо, чтобы не поцарапался. Посмотрите, какой красивый, стильный черный зарядный блок. И такой же черный кабель USB, microUSB для зарядки. Также есть еще гарантийный талон. Вот он, на год действует гарантия. И есть еще инструкция по эксплуатации, где написано, как телефон можно эксплуатировать, какие рекомендации. Ну, в общем, здорово. Разработано в России, произведено в Китае. Вот о чем мечтал создатель вайперфона. Делать свои телефоны в Китае, но придумывать их в России своими российскими мозгами. Ну, ладно, все. Телефон у меня вроде включился. Давайте я здесь все уберу лишнее и посмотрим, что нам предлагает Ирбис SP402 за 2000 рублей. Так как телефон стоит 2000, то экран здесь не IPS, а ТН. Очень плохая матрица. Чем она плоха? Тем, что углы обзора очень низкие. Если мы будем смотреть на экран вот так или вот так, то цвета инвертируются, просто ничего не видно. С одной стороны, это даже плюс, что никто сбоку не сможет подсмотреть, что у вас там, да? Потому что он просто не сможет рассмотреть. Экран станет вот таким белесым, и человек не поймет, что вы там пишете, вашу информацию никогда не прочитает. Также, что еще здесь? Максимальную яркость давайте поставлю. Экран не очень яркий. Сразу скажу, яркость здесь невысокая. Ну, с одной стороны, это хорошо. Не так сильно будет расходоваться аккумулятор. Чем меньше яркость экрана, тем даже и лучше. Это вот максимальная яркость. И давайте я вам покажу, как выглядит минимальная яркость. Вот он, ползунок. Бац! И вот она, минимальная яркость. Минимальная яркость нужна ночью, когда вы лежите в кровати уже перед сном, свет потушен в вашей комнате. Вы лежите в телефоне, чтобы сильно по глазам вам телефон не бил. Вы включаете минимальную яркость. А интересно, есть ли здесь авторегулировка? Есть ли здесь специальный датчик освещения, чтобы он регулировал? Нету. А автояркости здесь нету. Придется вручную регулировать. Датчика освещения здесь нет. Спящий режим можно настроить, чтобы телефон не блокировался. Зато есть автоповорот экрана. Это очень хорошо, когда вы что-то сфотографировали и хотите посмотреть, например, фотографию. Вот я сейчас себя сфотую на 5-мегапиксельную камеру. Оп! И хочу, например, ее перевернуть. Могу я это сделать? Да, могу. Вот так вот все переворачивается. Автоповорот работает. Ну, конечно, вот это вот. Вот такие углы обзора. Видите? Не очень хорошие углы обзора. Вот под таким углом у меня лицо очень страшное становится. Согласитесь? А так нормально. Нужно смотреть именно прямо на экран. Иначе нифига не получится. Сбоку еще как-то более-менее, а вот сверху и снизу это вообще ужас. Что здесь есть? Ну, это чистый Android. Чистый Android. Версия Go Edition. Android 8.1 Go. То есть здесь у нас, ну, по сути, урезанный Android для слабых устройств. Никаких предустановленных приложений нет. Android, YouTube Go, Google Go, Gmail Go. Все приложения Google, они специальные урезанные. Go-версия так называемая. Есть зато Play Market. Настройки есть. Сканера отпечатка нет. Разблокировки по лицу нет. Да это и не нужно, наверное, человеку, который покупает телефон за 2000 рублей. Кто его будет украдывать? Кто его будет вообще как-то пытаться отобрать такой телефон? Да нафиг он кому нужен? Разъем для зарядки вверху и разъем для наушников тоже вверху. Не очень удобное расположение зарядки. Большинство людей привыкли, когда он находится, разъемчик этот внизу, а здесь вот почему-то наверху. Наверное, просто так дешевле было сделать. Вот они и сделали. Есть несколько предустановленных обоев на этом телефоне. То есть коллекция даже такая, можно сказать, интересная. Красивая обоя. Мне нравится такая вот черно-зеленая обоина. Но поставлю вот такие, максимально яркие, с какой-то лодочкой, с песочком. Смотрится прикольно, по-летнему интересно. Кстати, ребят, на этом телефоне полностью отключены анимации. То есть когда вы входите в приложение, вообще ничего не происходит. Просто чисто открывается новый экран. То есть анимации здесь реально нет. Вот посмотрите. Бац! Все, просто появляется новый экран. Они здесь программно выключены, чтобы телефон не подлагивал лишние ресурсы, не тратил на подрисовку каких-то красивых анимаций. Какую-то визуализацию делал. Вот, пожалуй, только вот такая вот анимация есть. Это выдвижение менюшки. И все. И то он даже умудряется даже в этой самой простецкой анимации чуть-чуть подлагивать. Смотрим на характеристики. Даже страшно становится. Ну, я уже знаю, сколько памяти. 512 мегабайт оперативки, 4 гига в стройке по этому систему. Ну, так, зайдем чисто для приличия, да. И причем я хочу заметить, что всего лишь из 4 гигабайт вам доступно будет 1300 мегабайт. То есть, по сути, 1,3 гигабайта. То есть, по сути, реально вот раз-два и обчелся. Установить что-то сюда. Ну, в крайнем случае, ну, несколько приложений установить, и все, и память закончилась. Бац! И все, и памяти нет. Центральный процессор, естественно, от компании Mediatek. Это MT6580. Это старый, пристарый процессор, 4-ядерный. Частота 1300 МГц. Техпроцесс 28 нанометров. Он еще и 32-битный. Уже таких не делают. Он еще и без поддержки 4G, только 3G. Он еще и на ядрах Cortex-A7. Тоже древних-предревних. Современные процессоры на таких ядрах не собираются. Видеоускоритель здесь от компании Mali. И это Mali 400, дорогие друзья. Mali 400. Это просто. С 2012 года он берет свое начало. Это ужас. Ужас. Кстати, разрешение экрана не самое плохое. 800 на 480. 240 пикселей на дюйм дает это соотношение. Это разрешение с диагональю. То есть, ну, в целом это еще более-менее так себе пойдет. Но вот сам экран, конечно, не очень. Видите, немножко подлагивает. Нажимаю кнопку домой. Он не реагирует. Потом с задержечкой. Ну, в общем, вот так вот. Свайпы все тоже. Ну, видите, как бы, ну, не совсем. Вот эта вот анимация подлагивает. Ой-ой-ой-ой. Тяжеловато ему, тяжеловато. Ему бы хотя бы 1 гиг оперативки бы поставили, а не 512. 512 уж очень мало. Я не знаю, я даже думаю, что на нем этот не пойдет. Benchmark Antutu. Ну, сейчас проверим. Хочу поставить еще тест тача. Сколько здесь касаний он распознает? Я думаю, что максимум 2 касания. Сейчас проверим. Не, ребят, так дело не пойдет. Я уже десятый раз пытаюсь зайти в Play Market, чтобы скачать мультитач тест, чтобы протестировать, насколько касаний здесь тач. И он каждый раз вылетает. Я уже его перезагружал. Ничего не помогает. Смотрите, показывает, что я его заряжаю. Аккумулятор, да? Видите, батарея здесь такая, молния. То, что я его типа заряжаю. Вот все, сейчас исчезло. Хотя я его уже снял минуту назад зарядки. Это пипец. Пользоваться невозможно. Я вам категорически заявляю, что этот телефон, это самый тупой телефон, который у меня когда-либо был. Вообще невозможно. Вот Play Market. Смотрите, я просто нажал на Play Market. Он думает, думает, думает и думает. Сейчас я не знаю, когда он подгрузится. Это просто пипец. Ну, реально. Ну, зачем вы такое выпускаете? Ну, реально люди же покупают. Они не знают, что их ждет. Они не знают. Они в магазине даже не проверяют. Там они просто посмотрят, что звук есть. Камера работает. А что он вот так будет работать? Это я просто захожу в Play Market. Все, все. Он нифига не заходит. То есть, он реально не рабочий. Он не рабочий. На нем ничего нельзя сделать. И, по сути, ну, идти в магазин его отдавать сейчас, они у меня его не примут. Они скажут, с ним все в порядке. То есть, экран работает, кнопки работают. То есть, брака никакого нет. А то, что он вот так тормозит, ну, такая ценовая категория. Вот, смотрите. Это Play Market. Сколько я? Минута прошла уже, наверное. Это он сейчас еще подгружает. Я еще пока ничего не могу сделать, да? Давайте вот зайдем вот сюда. Попробую набрать приложение, которое я хочу скачать. Второй раз нажимаю на строку. Третий раз. Четвертый. Нифига не происходит. И вот такое предлагают реально за 2000. Ну, понятное дело, что это дешево. Но лучше это вообще не предлагать. Лучше вообще не продавать такой телефон. Потому что, ну, смысл. Ты не сможешь им пользоваться. Просто. Даже вот какой-то ребенок, я не знаю. Легче взять кнопочный телефон. Он хотя бы будет нормально звонить. А у этого, пока найдешь там, пока зайдешь в звонилку, он уже затупит. Вот, мультитач я хочу скачать. Нажимаю. Жду. Все, короче. Не отвечает Play Market. Сейчас он вылетит опять. Сейчас он опять вылетит. И все. И получается, я даже приложение не могу скачать с Play Market. Просто. Вот я купил его, настроить хочу. Не получается. Вот это надо такое. Опа. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Может, сейчас получится. Нет? Мультитач тестер. Картинки не подгружаются. Нажимаю. Ну-ка. Ну-ка, давай, 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 давай. Поднажми, поднажми. Ирбис. Ирбис, поднажми. Ну, 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 давай. Ё-моё, давай. Давай установить. Хочу установить. А-а-а-а. Я сейчас с ума сойду от такого медленного телефона. Это что такое? Капец. Смотрите, как он лагает. А-а-а. Да что это за мучение такое? Шторку можно выдвинуть? Сколько там аккумулятора? Шестнадцать процентов. Все, опять вылетел. Видите? Как дать бы ему. Кто это сделал вообще? Кто это сделал? Кто придумал такой телефон? Это просто жесть. Ребята. Я категорически не советую. Я бы даже за пять рублей это не купил. За пять рублей бы я не купил. Я бы пожалел пять рублей. Потому что мучение. Вот камеру открыл. Камера. Посмотрите. Открыл камеру. Хочу сделать фотку. Что-то надо срочно сфотать. Ну, долго я буду ждать. Мне кажется, в 1920 году фотку можно было быстрее сделать на какой-нибудь фотоаппарат, чем вот на этот телефон. Это вот так открывается камера. Но нет, в натуре это самый медленный телефон, который у меня когда-либо был. Все открылось, наконец-то. Камера лагает. Вот я делаю фотку самого себя. Сфотал, нет? Еще раз пробую. Непонятно вообще. Фотоит, не фотоит. Ну, походу, ничего не фотоит. Ну. Ну что вообще такое? Все, он не фотоит. Вот, вот, видите? Ну. Что? Не хватает, не хватает. Все, не хватает. Опять вылетел. Невозможно пользоваться. Он вылетает от всего. Вот реально, от всего. Я его уже перезагружал, чтобы у него была чистая оперативка. Я уже не знаю, что делать. Ну, давайте все позакрываем сейчас опять. Опять зайдем в камеру. Ну, это полный пипец, ребята. Это полный пипец. Это боль. Ну, ну, пожалуйста, ну, захорони эту фотку. Ну. Ну, ты же сфотал вроде. Ну. Нет, фотки нет, которые я сейчас сфотал. Вот это самое первое. Вот, появилось. Ну, вы сами понимаете, что это за камера, да? 5 мегапикселей. 5 мегапикселями здесь и не пахнет. Я не знаю, ребят. Вот у меня такое разочарование. Вот меня так как будто надули. Вот меня так как будто обманули. Продали мне телефон за 2000. Мне кажется, в прошлые разы, когда покупал, было немножко получше даже. Здесь же, ну, ну, такое нельзя делать. Это надо запретить. Законодательно. Законодательно запретить телефоны с 512 мегабайтами оперативки. Потому что никак он не работает. Я не знаю, может быть, его можно как-то прошить на какую-то кастомную прошивку, еще более облегченную. Но вряд ли, конечно, кто-то под такой телефон будет еще прошивки делать какие-то. Это не популярная модель. Да и никто не будет заморачиваться, что-то там программировать под этот телефон специально. Человек, купивший такой телефон, он будет мучиться на протяжении каждого дня. Каждый день будет мучиться от этого телефона. Вот YouTube я открываю. Причем не обычную, а Go-версию. Урезанную, которая должна нормально работать на слабых телефонах. Даже вот YouTube Go. Посмотрите, как долго запускается. Ну и что? Я даже такой телефон не продать-то никому не смогу. Мне стыдно будет его продавать. Даже за 500 рублей. Ну посмотрите. Это просто YouTube. Просто хочу посмотреть ролик. Пока открывается YouTube, я уже... 100 роликов уже вышло, наверное. Ну. И долго мы так будем. Да это смысла нет, ребят. Ну вот реально смысла нет никакого. Просто никакого смысла в этом телефоне нет. О, мультитач скачался. Наконец-то. Ну-ка давайте проверим. Раз, два. Два касания. Два касания всего. Вот так вот. Короче. Вывод таков, что 2000 рублей имея в кармане, ни в коем случае не идите покупать смартфон. Ну потому что вы потратите просто 2000 за зря. Вы пользоваться им не сможете. Он у вас будет лежать где-то на полочке. Продать вы его не сможете. Вы просто тупо выкинете 2000. Просто как взяли, выкинули 2000. То же самое будет и покупка этого телефона. Вы просто их выкинете. Пользоваться не сможете. Продать не сможете. Потому что он нафиг никому не нужен. И лучше уж взять еще 2000-300 докопить. И купить хотя бы за 5000 телефон. Там такого не будет. Я вам точно говорю. За 5000 телефон. Там уже можно более, что-то менее интересное взять. Вот это, это ужас. Ужас. Ладно, что будем прощаться с вами. Всем удачи. Всем пока. Не совершайте таких ошибок. До скорых встреч. С вами был Дима. Чао.